друзья привет привет с вами снова ирина грачева это проект ирина грачева рейсинг и сегодня мы находимся на острове ля пальма вместе с моей яхты по потому что мы финишировали в первом этапе регаты мини трансад на четвертом месте как вы уже знаете и хотим поделиться своими соображениями хотим поделиться теми видео которые я записала во время гонки хотим поделиться размышлениями по поводу стратегии и в общем сделать такой разбор полетов как всегда первого этапа мини трансад ну что погнали скоро стартуем настрой боевой конечно же сейчас прошел недавно холодный фронт ветра все еще много и основная задача на старт будет ни с кем не столкнуться не повредиться стартовать спокойно и набирать код и ввести хорошую стратегию это совершенно непередаваемое чувство вернуться снова гонку снова идти по каналу это другой канал это нервиарошель и сабль золонь снова быть на коней и быть фаворитах много осталось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, старт был дан в достаточно свежих ветровых условиях, в остаточной волне от первого холодного фронта. В зону старта мы прибыли немножечко такие напуганные, можно сказать, кто-то под одним рифом на гроте, кто-то под двумя. Немножечко опасались маневрировать в самой зоне старта, но в итоге для меня все оказалось достаточно просто и удачно. Я стартовала в середине линии с чистым ветром и уже достаточно скоро оказалась на первой марке в числе одних из первых и первого прототипа. Рядом со мной был Фабио Муцзолини, который на какое-то время вырвал у меня первенство, увалившись немножечко и идя быстрее. Но потом мне удалось отыграть, отжать у него все это обратно. В общем-то, выходя на старт, я уже знала планы на ближайшие три дня, планы на Бискайский залив. Все было достаточно понятно, все было достаточно понятно по таймингу, все было достаточно понятно по заходам и направлению ветра. Первую ночь ожидалось провести в каких-то поворотах и лавировке на осцилляциях и постепенно стремить в зону холодного фронта, встречать холодный фронт, перед которым нужно было повернуть и спешить срочно спуститься вниз к побережью Испании и к мысу Фенистер. Вот, собственно, на картографии вы можете наблюдать мою лодочку, пав коричневым цветом вместе со всем флотом. Как и было запланировано по роутингу, мы двигаемся практически по генеральной линии, встречаем ночью всякие разные перетрубации с ветром, так или иначе удачно, для кого-то или неудачно с ними разбираемся. Прошлая ночь прошла, в общем, удачно для нас. Было очень много перетрубаций с небольшими облачками, со сменой ветра. Были штелевые пятна, где крутило вообще вот так вот на 360. И каким-то образом нам удалось справиться с этим, в общем-то, успешно. А сейчас это второй день гонки, и мы находимся вместе с лидерами, с Фогофойлером и вместе с нами Фанао, 850-й. Сегодня мы ожидаем прохождение фронта, ближе к вечеру, но совсем вечером. Ветер будет постепенно усиливаться. Сейчас дует стабильно десяточку кинажку, идем ровно, держим ход, держим позицию. Мне удалось пройти эту зону достаточно хорошо и на вторые сутки стать уже достаточно уверенным лидером лавировки. И идти в сторону холодного фронта, встречать этот самый холодный фронт. Собственно, в сам холодный фронт по таймингу вышло правильно не так уж много лодок. Мне повезло быть в числе них. Многие повернули за некоторое время до. И вот эта разница в полчаса в час на самом деле была очень важной и в итоге принесла проигрыш в сотни миль позже. Поэтому, когда мы говорим о тайминге в роутинге, к этому нужно относиться очень-очень серьезно. Холодный фронт принес нам порывы ветра достаточно сильные, может быть, больше, чем мы ожидали. По прогнозу на 27 число, то есть по прогнозу на дату нашего старта, вы уже, скорее всего, видели информацию более корректно. Прошло уже двое суток. И в итоге вместо ожидаемых 30-35 узлов мы получили на порывах 40-45. Самое большое, что я видела, это было 48. Моя задача перед холодным фронтом была повернуть, действительно, перед ним, то есть не дожидаться захода ветра, повернуть до основного усиления. Я видела глазами сам холодный фронт, я видела вот эти вот облака, валик облаков, которые идут на меня. И, собственно, для меня это было маркером. На самом деле, все с холодным фронтом, все достаточно просто, когда ты знаешь, чего ожидать, как оно все выглядит и что с собой несет. Холодный фронт, наверное, сейчас одна из самых простых задач в роутинге для меня. Самое важное – это тайминг, действительно, тайминг. И, собственно, моя задача сейчас была повернуть до наступления холодного фронта, до наступления темноты, поворачивала я уже в сумерках, и до прихода сильных порывов ветра, потому что повернуть при ветре 30-35 уже достаточно трудно, и, может быть, могут быть какие-то аварии. Все это я успешно реализовала и спускалась с максимальной скоростью вниз. Вниз нужно было спуститься действительно очень быстро, потому что ожидало вот такое вот разделение ветров, ожидало штилевое пятно в середине, в том месте, где предполагалось, что мы будем проходить. И наша задача была спуститься как можно скорее к побережью, к северному побережью Испании и подхватить локальный поток восточного ветра и уже вместе с ним постараться как можно эффективнее, как можно быстрее обогнуть мысы. После поворота перед холодным фронтом была такая штромовая ночь. В общем-то, для нас она закончилась достаточно хорошо, мы абсолютно ничего не сломали. И постепенно ветер начал менять свое направление, заходить с западного направления на северо-восточное, северное направление. Но сразу после захода волна продолжала быть встречной, и, потравив паруса, мы все еще имели достаточно много ветра, и скорость лодки под двумя рифами на гроте и под одним рифом на стакселе достигала 9-10 узлов, иногда разгонялась до 12 на порывах. Против встречной достаточно крутой еще волны лодку трясло достаточно сильно, и на самом деле было не очень комфортно. И я побоялась ставить сразу женак, кодзеро. Я побоялась, что если сейчас мы ускоримся под женаком до 15 узлов, то, в общем-то, лодку тут и разберет на этих волнах, на мелкие части. Потом, проанализировав трек моих соперников, я поняла, что они, собственно, были такого же мнения, и точно так же не оставили какое-то время более полные паруса. В итоге там после двух-двух с половиной часов после смены ветра уже на рассвете волна стала более пологой и более совпадающей с направлением ветра, и я смогла поставить сначала жена. А потом уже код 5. И постепенно ветер заходил все севернее и севернее, и уже мы продолжали под большими спинокерами с утекающим ветром. Здесь я встретила Фабио, который на самом деле повернул немножко раньше нас, но им удалось одному из группы, тогда повернувших, удалось подняться к нам и выйти к нам, к лидерам, к вот этому вот северо-восточному начинающемуся и переходящему в восточный поток. И потом уже я поняла, что мы были одни из единственных, кто смог ухватить этот ветер за хвост, и наша задача на прохождение всех мысов была держаться в зоне акселерации. То есть мы так и ходили, делали галсы от берега и к берегу, пытаясь поймать, найти границы вот с этой самой акселерацией. Вот тут даже видно, как мы прямо вот доходим до границы и поворачиваем. Походы в берег, как правило, были удачными, и на каждом из мысов было усиление ветров, в каждой из бухт было ослабление ветра, наша задача осложнялась тем, что была кромешная ночь, безумная ночь, было очень темно, и угадать очертания берега было достаточно сложно. Поэтому вот так вот немножечко наугад мы двигались и отыгрывали друг у друга по 4 мили за назад, то вперед. И уже к прохождению пролива между проходом, между ДСТ и зоной разделения судов и мысом Финистер, мы подошли туда с рассветом, когда ветер вообще чудит. И мне удалось вырвать здесь лидерство у Танги и у Фабио, сходив удачно в берег. Но Пьер Леруа на тот момент уже был значительно впереди всех нас и уже подхватил поток акселерации. Мы тоже уверенно вошли в вот этот вот поток акселерации возле Португалии. Мы входим в зону акселерации возле Португалии. Начинает раздувать, пока несем большой спинч, потом посмотрим. Скоро будут передавать очередной прогноз погоды, и там будет много-много интересного. Так что стратегию будем строить чуть позже. Пока я стараюсь держаться берега, чтобы быть выигрышей в любом случае, независимо от того, что скажет прогноз. Чувствую себя уже лучше. Горло все еще болит, кашляю. Но температуры уже нет. И скорость ветра постепенно увеличивалась и увеличивалась с 10 узлов. 12, 14, 16, 18. В какой-то момент меня начало валять под большим спинакером. Я взяла первый риф на гроте. Потом сразу же поменяла спинакер большой на средний. Потом достаточно быстро поменяла средний на код 5. И уже под кодом 5 мы все вместе продолжили наше движение в зоне усиливающегося ветра вдоль Португалии. От соли пошло раздражение на запястье. Я немножко лечу. Для меня эта ночь не была самой удачной. То есть начала я достаточно хорошо. У меня была хорошая скорость по сравнению с Танги. Мы, в общем-то, неплохо смотрелись. И я видела его на АИС рядом с собой. Для меня это была уже четвертая ночь. На старт я вышла больной. Я подхватила простуду за сутки до старта. И была на таблетках, на парацетамоле. С температурой, с кашлем и заложенным носом. И первые три ночи были бессонными. В самую первую ночь мы упражнялись с ветром. Со сменами ветра и лавировались. Пытаясь отыграть друг у друга каждый метр. Вторая ночь была штормовой прохождение холодного фронта из 40 узлов. Третью ночь мы боролись под спинокерами вдоль испанского побережья. И здесь на четвертую ночь я наконец-то могла позволить себе поспать. Имея стабильную скорость, имея стабильный курс под кодом 5. Не опасаясь брочингов. И, честно скажу, я проспала всю ночь. Для меня это было очень важно. И в какой-то момент не отработало изменение силы ветра. Может быть, можно было поставить уже и средний спинокер. Но, наверное, в большой гонке тоже нужно рассчитать и свои силы. Особенно если ты не в самой лучшей форме. И дать себе отдохнуть. Потому что дальше я предполагала, что будет интересная стратегическая борьба. Что нужно будет вовремя принимать решения, вовремя делать повороты. Тогда еще я наивно предполагала, что это будет стратегическая гонка. Потому что нам передавали прогнозы с зонами высокого давления, с хребтами, которые ходили и так, и этак по Атлантике. И которые я намеревалась обходить ловко, на полной скорости, обходя своих соперников. Вот так вот выглядит мой план, который я нарисовала сегодня. По итогам вчерашнего прогноза. Попыталась представить, как будут двигаться хребты в зон высокого давления. То есть, где будут зоны с меньшим ветром. Как будут двигаться фронты с 1 по 4 октября. И, соответственно, как будет, может меняться направление ветра и силы ветра. По результатам этого анализа, я бы предпочла на данный момент восточную сторону. То есть, зону Сан-Венсан. С последующим прибытием в зону Касабланка. Лавировка на Фордвинт. Так, мне кажется, что получится немножечко быстрее быть в этой зоне. Поэтому сейчас буду думать о игре на мелких осцилляциях. Немножечко поповорачивать и приближать к восточным зонам. К сожалению, ничего этого не произошло. Холодный фронт вытеснил все вниз. И в итоге, после зоны акселерации, у нас получилась езда фактически по прямой в ричинг. Когда я потом спросила своих соперников, в частности Пьера, он сказал, что он вообще, если честно, он вообще об этом сильно не думал. Он просто тупо пилил по прямой, рассчитывая на скорость своей лодки. Вот. Поэтому в какой-то момент я сделала поворот в сорну Лиссабона. На тот момент, когда я его сделала, я еще обходила, пыталась обходить штилевые пятна, которые по прогнозу должны были располагаться западнее. Я шла в сторону в поисках лучших ветров, более сильных ветров, и в сторону более лучших направлений после поворота. Я, к сожалению, это не оправдалось. В итоге, если я как бы и не... Ну, скорее всего, как бы я осталась при своих, может быть, даже немножечко проиграла. Назвать это ошибкой я, скорее всего, не могу, потому что решение было принято взвешенное. Решение было принято в условиях той информации, которая была, в условиях какой-то стратегической ситуации на гонке, тактической ситуации, когда я предполагала, что мои соперники находятся впереди и с наветра, и приводиться к ним в корму, и тупо идти за ними. Это идти за ними. Это идти в корму. И я сделала попытку какой-то борьбы, сделала попытку найти какие-то лучшие условия. В этой гонке эта попытка не сыграла, но... Я немножко о ней жалею, но, если честно, не сильно. Она была мотивирована и обоснована. Свежий прогноз погоды внес большие корректировки в гонку и в стратегию. Еще вчера предполагалось, что это будет гонка по хребтам, то есть в обход хребтов зонда высокого давления достаточно стратегическая. Сегодня мы получили новую информацию о прохождении холодного фронта, очень активного холодного фронта, который все эти хребты немножко вытесняет. И в итоге гонка будет ричинговая. То есть практически все время в галфинг или острый бакштег. Что, в общем, не самое лучшее для моей лодки, но мы будем держать полный ход. И, в общем, начинаем ричинг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Снова ричи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приходили тучи с какими-то дождиками, с усилениями ветра. В общем-то, было достаточно интересно, но для меня достаточно грустно, потому что мне уже было понятно, что отыграть потерянное мне будет, в общем-то, невозможно. Не то, что непросто, а фактически невозможно. И я знала, что за мной уже никого нет, потому что мы имели информацию о том, что весь флот остановился. На самом деле это было удивительно, что весь флот остановился. Но об этом мы поговорили в интервью с Мелвином и Кристианом. Ссылка на это интервью в описании к видео. Оно на английском языке. Но послушайте, это интересно. Так вот, я знала, что мои соперники примерно первые в 100 милях от меня, и я уже не смогу это отыграть максимум, что я смогу это сохранить отры. Следующие вообще в порту. То есть сколько они проиграют, неизвестно, но вряд ли догонят. И для меня было несколько дней в одиночестве, в каких-то таких рассуждениях о том, правильно ли я сделала поворот, может быть, не стоило бы, а что было бы, если бы я не повернула, а что было бы, встала ли бы я где-то в более слабых ветрах, ближе к центру высокого давления, или все-таки хорошо, что я повернула, хотя бы сохранила скорость. В общем, в таких вот терзаниях, в залечивании каких-то ран, потому что у меня начали появляться волдыри от соли. Это была достаточно мокрая гонка, и вот это вот все соленые перчатки, манжеты, курток натерли руки до огромных волдырей. Я была вынуждена делать перевязки несколько раз в день с бинтами, чтобы это все хоть как-то немножечко стабилизировать. Таким образом мы потихонечку продвигались вперед, имея, в общем-то, неплохую скорость по прямой. Ну вот, наконец-то начался бакштук. Теперь у нас ВМЖ сейлинг, то есть лавировка на Фордовент. Последние 250 миль. При подходе к новой погодной зоне, к зоне острова Мадейра, ситуация с ветром должна была меняться, и ветра вместо западных, северо-западных, должны были становиться северными, а потом достаточно быстро северо-восточными. И я хотела использовать уже под большим спинакером, снова вот я хотела использовать этот момент, чтобы зайти сначала в западную часть, при этом я заходила с достаточно свежим ветром, и повернув уже с северо-восточными более сильными ветрами, выходить практически по прямой в ворота и дальше на знак. В общем-то, такая вот нехитрая у меня была стратегия на этот участок пути. По прогнозу нам обещали более сильный ветер именно в западной части по сравнению с восточной частью. Как это ни странно, как это вот в данном прогнозе видно, немножечко по-другому, но информация была такой. И, соответственно, я пыталась использовать направление и силу ветра, чтобы сократить отрыв от лидеров. Кстати, очень интересный момент. Можете посмотреть, насколько сильно влияет остров Мадейра на ветровую ситуацию при определенных направлениях ветров, насколько большую ветровую тень она дает, и насколько важно в эту ветровую тень не заехать. С одной стороны. С другой стороны, есть такая игра с островом Мадейра. Это езда на акселерациях в районе ее тени. То есть вот здесь можно реально на осцилляциях, на акселерациях немножечко сократить отрыв, поповорачивая. На такой маленькой лодочке нам удалось создать практически идеальное место навигатора, которое можно перемещать с одного борта на другой. Собственно, на этом участке я показала одну из самых лучших скоростей за всю свою гонку. У меня было там в среднем что-то около 11-12 узлов. Я шла, меняя большой спинакер на средний, много раз. То брала риф на гроте, то отпускала. На протяжении там суток, ночи, день. Ночью были облачка с шквалами, с дождями, с срывами потоков из-под них. Это все отрабатывалось. Собственно, ночью я тоже не спала. И на этом мне удалось развить достаточно хорошую скорость и достаточно эффективно спуститься вниз, достаточно эффективно увалиться, чтобы пройти по кратчайшему расстоянию с большой достаточно скоростью. На подходе к острову, естественно, остров влияет. И я подходила уже в темное время суток. Было не видно, какие есть пятна. Я немножечко опасалась, что будет замедление ветра в северной части острова. Поэтому подходила не с севера на юг, а с северо-востока. Вот я постаралась сократить нахождение свое в северной части. И, естественно, на подходе к острову ветер крутило достаточно сильно. И порывы были от 12 до 22 узлов. И практически за 3 мили до финиша меня положило 33 узловым порывом ветра. Положила в брочинг жестко срывом с какой-то горы. У меня отстегнулась теляска на шкоте спинакера, но это было не очень страшно. Наоборот, мне кажется, что это даже мне помогло и спасло. На самом деле, брочиться с большим спинакером в 33 узла, со спинакером в 90 квадратов, на бушприте 3,8 метров, который поворотный и на карбоновой мачте. Но, в общем-то, это не очень комфортно, честно скажу. Очень опасаешься, что что-то не выдержит, что-то сломается. Особенно, если учитывать мой опыт. Я была рада тому, что отстегнулась теляска и спинакер просто флагировал. После того, как порыв прошел, лодка восстановилась. Я сложила бушприт на подветер, достала свой спинакер спокойно и убрала. Подготовила на постановку средний спинакер на последние 3 мили, но поставить его уже не успела, потому что ветер крутило достаточно сильно. И в итоге я финишировала четвертый с такими эмоциями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин